Привет! Вы на канале про продукт. Как солить папоротник, узнайте. Папоротник – растение, о котором сложены легенды. Его побеги считают деликатесом еще со времен Древней Японии. Если засолить папоротник, получится очень вкусная полезная закуска. Рекомендации, как солить папоротник на зиму, чрезвычайно просты. Какой продукт выбрать? Выбирая вид папоротника, чтобы солить, нужно определиться, что предпочтительнее. Папоротник собирают во время цветения ландышей. Обычно дальневосточные экземпляры этого растения в это время имеют свернутые черешки арахисы, которые к этому моменту вырастают максимально. Листья в развернутом состоянии считаются уже негодными в пищу. Свежесобранный папоротник не едят сырым, так как побеги содержат ядовитые вещества. Поэтому их подвергают тепловой обработке или солят. Сделать это надо сразу после сбора, иначе они быстро огрубеют. Совет, когда заготавливается папоротник, листья надо отломить у основания побега так, чтобы услышать, как хрустят. Перезревшие не издают хруста, их солить нельзя. Засолка. Существует несколько способов солить побеги папоротника своими руками. Сухое засаливание. Чтобы солить сухим методом. Свежесобранные стебли тщательно промываются, чтобы удалить чешуйки с листьев. Черешки и растения резинками собираются в пучочки, кладутся в емкость. Каждый слой сырья пересыпается крупномолотой поваренной солью, 10 кг, 4 кг соли. Устанавливается груз. Под гнетом засол ставится на 21 день в погреб. Полученный в процессе засаливания рассол сливается. Растительная масса дополнительно просаливается, 10 кг, 2 кг. Засоленное растение расфасовывается по банкам и укупоривается капроновыми крышками. Таежный вариант. Эта рецептура дает очень соленый папоротник, зато способствует самому длительному хранению. На 1 кг папоротниковой зелени приходится пол кг соли. Перед солением грубые части черешков срезаются, остальное промывается, закладывается на дно посуды. Затем выбирается один из двух способов. Первое. Перемешать побеги и соль, утрамбовывая плотно. Второе. Просолить мякоть послойно. Эти варианты получаются хорошо одинаково. Смесь стоит, таким образом, 3 дня. После этого нужно перемешать, еще немного подсолить, установить поверх груз, который можно не убирать. Если удобно, можно через несколько дней расфасовать плотно папоротник по стеклянным банкам, закатывая крышками. Папоротник получается очень соленым. Его надо отмочить холодной водой. Можно залить продукт на ночь, мякоть будет как свежая, а затем добавлять в салаты. По ГОСТу. Если заготовка растения идет в больших количествах, лучшим вариантом солить станет этот способ, при котором происходит троекратное просаливание. Он сочетает сухой и рассольный вариант. Когда папоротник засолен подобным образом, его можно хранить без потери вкуса 2 года. Опытные заготовщики за приятный вкус отдают предпочтению орлику. Первый этап. Перед тем, как солить папоротник орляк, его промывают, собирают пучками 20 см. Далее кладут послойно на дно бочек из дерева или ведер из пластика, пересыпав крупной солью, 4 кг, на 10 кг. На плоскую небольшую крышку устанавливается гнет. За 21 день вместе с соком выходит ненужная горечь с токсинами, а объем засоленной продукции становится вдвое меньше. Второй этап. Весь полученный сок сливается, и папоротник перекладывается в другую посуду. Теперь его надо солить опять же пересыпая послойно, но соли берется меньше, 1,5 на 10 кг массы. Подготовленным заранее рассолом 10 л воды, 1 кг соли, все заливается, оставляется на полмесяца. Третий этап. Снова сливается вся жидкость и заменяется новым тузлуком. 10 кг массы, 2,5 кг соли. Предварительно продукция отсортировывается, то есть удаляется растительная масса, имеющая рыжеватые оттенки цвета. Заключительно надо солить еще 20 суток. Сырья остается 65%. Его хранят при прохладной, плюс 1, плюс 20 и влажной атмосфере, до 95% можно в холодильнике. Рассольный вариант. Солить папоротник в домашних условиях можно так. Первое. Рахисы кладут на дно таза или широкой кастрюли. Второе. Продукция полностью заливается свежеприготовленным кипятком и накрывается крышкой. Третье. После того, как жидкость остужена, ее сливают. Весь процесс повторяется дважды. Прокипяченное сырье раскладывают по простерилизованным банкам и заливают горячим рассолом, 1 литр на 15 граммов. Банки закатывают и хранят при комнатной атмосфере несколько лет. Двухнедельный рецепт. На приготовление этого рецепта уйдет 2 недели. Особенность в том, что жидкость необходимо будет периодически сливать и добавлять заново. Зато потом блюдо порадует нежностью и мягкостью. Для приготовления черешки промывают, режут кусочками и послойно пересыпают солью. Сверху полностью заливают водой. На поверхность кладут дощечку и устанавливают гнет на трое суток. Потом выделенный сок сливают. От слитого рассола необходимо отлить 2 трети жидкости и перемешать с чистой холодной водой 1 трети. Так солить еще четверо суток. Далее весь рассол сливают и добавляют в него еще соли 600 граммов. Ставят солить снова на трое суток. Потом сливают только 1 трети тузлука и добавляют столько же холодной воды. Продукт солят еще четверо суток и сливают весь тузлук, который не пригоден в пищу. Переложив папоротник по банкам, укупоривают герметично. Закуска масляная. Этот вид закуски любят за пикантный вкус и сытность. Солить по инструкции нужно таким образом. Первое. Простерилизовать банки. Второе. Выложить на дно банок специи по вкусу, горошины черного перца, лаврушка и тому подобное. Третье. Поверх приправ разместить заранее приготовленный папоротник. Четвертое. Закипятить маринад на 1 литр 40 граммов соли плюс 100 г сахарного песка. Как только немного остынет, влить столовой 6% уксус 60 мл. Этим составом заполнить банки с папоротником наполовину. Пятое. Раскалить постное масло 200 мл. и влить до заполнения емкости поверх маринада. Шестое. Закрутить банки, перевернуть кверху донышком, укутать толстым покрывалом на сутки, затем отправить на полку погреба или холодильника. Седьмое. Такую закуску можно есть спустя месяц, выкладывая вместе с маринадом на ломтики белого хлеба. Зная, как солить папоротник, можно удивить гостей необычным пикантным и полезным блюдом. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok